Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». И ее ведущая Наталья Казынцева. «Сколько бы Господь не дал мне дни и лет жизни, я буду неизменно служить благу Святой Церкви, благу нашего Отечества, благу народа земли нашей. И где бы я ни находился, или в Первопрестольном граде, или в далекой русской глубинке, или в ближнем зарубежье, я буду призывать людей сохранять мир и согласие и ответственно, и честно перед Богом, и перед историей, и перед своей совестью совершать свое служение». Эти слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II отражают сущность жизни предстоятеля Русской Православной Церкви, вся жизнь которого, особенно в годы его архипастерского и пастерского служения, была направлена на сохранение мира повсюду, где бы он ни находился. О жизни и служении Патриарха Алексея II на переломе тысячелетий рассказывает книга с одноименным названием. Ее мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Книга Патриарх Алексей II «Жизнь и служение на переломе тысячелетий» в очередной раз вышла в свет в издательстве «Эксмо». Она является плодом многочисленных встреч известных российских журналистов Валерия Коновалова и Михаила Сердюкова со Святейшим Владыкой на протяжении почти десятилетия, начиная с весны 2001 года и вплоть до последнего земного дня Патриарха Алексея. Это уникальный, не имеющий аналогов по своей полноте и охвату материал, в котором изложены воспоминания и размышления Святейшего Алексея практически обо всех сторонах и проблемах жизни, его самого, а также церкви, страны и мира. О том, как шла работа над книгой, рассказывают ее авторы в предисловии. Начиналось все весной 2001 года. Журналисты из «Известия» и «Собеседник» Валерий Коновалов и Михаил Сердюков были представлены Патриарху Московскому и всей Руси Алексею II. Они рассказали Святейшему о своем замысле, получить ответы на самый широкий круг вопросов, от биографических и мемуарных до богословских и актуальных. Так, чтобы читатели смогли составить представление о взглядах и позициях главы Русской Церкви по самым разнообразным проблемам, а также узнать о том, какой он человек, что любит, о чем вспоминает, о чем мечтает, о чем тревожится. «Для многих такая книга могла бы стать помощью и в жизни, и в вере», — аргументировали свой замысел журналисты. «Хорошо», — сказал Святейший. «Будем работать. Что требуется от меня?» «Месяц расписан наперед, каждый день и час. Написание книги не учтено». «Что же делать?» «Готовы ночами работать», — заверили Валерий и Михаил Патриарха. «Ночами отдыхать следует», — заметил Святейший. «Ну хорошо, придется, видимо, мне еще поднапрячься. Буду выкраивать время. Звоните». После авторы книги неоднократно встречались с первосвятителем в разных резиденциях, поездках по стране, на службах в Троице-Сергиевой лавре и в других местах. Довелось им побывать и в Переделкино, где жил Патриарх. С большой любовью показывал Святейший Владыка своих маленьких друзей, собачек, кошечек, козочек. В коровнике, куда они заглянули однажды, при появлении Патриарха все его обитатели тут же встали, как по команде. «Здесь тоже субординации», — изумились журналисты. «Да я же их кормлю с руки, вот и вскакивают», — ответил Патриарх Алексий. Так от встречи к встрече создавалась эта книга. Вопросов с каждым днем становилось все больше, но Святейший не роптал. Где-то отвечал сходу, а что-то требовало времени. В таких случаях Патриарх брал тайм-аут, и авторы через определенное время получали ответы в письменном виде. Часть бесед проводилась просто в пожарном порядке. Ответы Святейшего по актуальным вопросам требовались газетам, с которыми сотрудничали Валерий Коновалов и Михаил Сердюков, и где интервью с ним шли, можно сказать, с колес. «Сбор материала продолжался практически до последнего земного дня Патриарха Алексея. Таких продолжительных и подробных бесед обо всех сторонах жизни у меня еще никогда ни с кем не было, да и, вероятно, уже не будет», — признался Святейший, когда работа над книгой уже приближалась к завершению. Так и получилось. 5 декабря 2008 года стало известно о кончении Алексея II, 15-го Патриарха Московского и всей Руси. В рамках нашей программы мы осветим лишь часть беседы, которая рассказывает о детстве Патриарха Алексея, родившегося 23 февраля 1929 года. Например, первосвятителю был задан такой вопрос. «Известно, в миру вы Алексей Михайлович Ридигер. Вам дали имя в честь преподобного Алексия, Человека Божия. Алексий переводится с греческого как «защитник». Ваши родители готовили вас к священническому служению с детства или не исключался и ратный труд?» На это Святейший Владыка ответил. «В шесть лет я разливал крещенскую воду в храме. Это было первым моим послушанием. Я твердо знал, стану священником и никем иным. Я прошел все ступени церковного служения и кадила подавал, и псаломщиком был, и ипподиаконом у таллинских архиереев. С посохом стоял, был книгодержцем, держал книгу перед владыкой во время чтения. Разумеется, к такому выбору подвели меня мои родители». Отец Михаил Александрович, уроженец Петербурга, потомственный дворянин, происходил из древнего рода Ридигеров. Мама Елена Иосифовна в девичестве Писарева была дочерью полковника царской армии и потомком известного дворянского рода. В тяжелой обстановке довелось вступать им в самостоятельную взрослую жизнь. Но активная духовная жизнь не просто свела их вместе, но и в дальнейшей жизни помогла преодолеть все мирские испытания и невзгоды. Рассказывая о своем детстве, святейший патриарх поведал, что он был обыкновенным мальчишкой. И в детский сад ходил, и в школе учился. Все это было. Случалось, из-за косы дергал девчонок и прятал куклы от младших сестренок, двоюродной и троюродной. Потом вместе их находили, смеялись. Хлеб убирал, картошку окучивал, в лес за грибами бегал. Несколько позже увлекся мотогонками, занимался греблей, в шахматы играл. В более зрелом возрасте какое-то время был спортивным болельщиком, уважал хоккей и фигурное катание. И что же, совсем ничего не выделяло вас среди сверстников. Не мне судить, хотя было у меня в детстве особое занятие, которое сам я, впрочем, считал тогда вполне серьезным делом. Я служил. В крохотной пристройке возле дома оборудовал некое подобие храма. Во всяком случае, мне точно казалось, что это дом Божий, и никакой несерьезности по отношению к своей затее я не признавал. Даже икона там была у меня, почти настоящая. Свечи горели, ладаном пахло. Был и алтарь, который страсть как хотела увидеть хотя бы одним глазком моя двоюродная сестра Елена. Однако сделать этого я позволить никак не мог. Особо в женского пола в алтарь заходить не положено. Единственная возможность — это устроиться в храм уборщицей. Сестренка была готова на все, и мне пришлось принять ее на работу. Так играли. Совершать службу — вот, пожалуй, самое любимое мое занятие в детские годы. Вот только родителей это мое увлечение стало в какой-то момент смущать. Они даже советовались по этому поводу с валаамскими старцами. Те сказали, «Если все делается серьезно, не препятствуйте». Тут последовал новый вопрос. «Но специально ваши родители не готовили вас к священническому служению?» «Специально нет», — ответил святейший патриарх. «Все созревало подспудно. Весь семейный настрой способствовал этому. Я единственный сын у родителей. У нас была очень дружная семья, которую объединял особый дух православной церковности. Это такое состояние, когда жизнь неотделима от храма Божия, и сама семья, говоря словами апостола Павла, становится домашней церковью. О том, как жила семья Редигеров в войну, как переносили они тяготы безбожной жизни, каким был патриарх в дни своего студенчества, обо всем этом и многом другом рассказывает данная книга. В этой книге под одной обложкой собраны многочисленные беседы с патриархом Алексеем II, возглавлявшим Русскую Православную Церковь почти 20 лет. Авторы книги многократно встречались с предстоятелем в резиденциях главы Русской Православной Церкви, в поездках по стране и за рубежом, в Троице-Сергиевой Лавре и в других местах. При этом затрагивались и обсуждались самые разные темы, от церковных, канонических и повседневных, актуальных, политических, общественных и социальных, до сугубо личных. Пусть беседы, собранные в этой книге, донесут до нас живой, остающийся в душе голос и станут источником спасительной, несущей свет истины. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok